Граждане России, желающие репатриироваться в Израиль, теперь смогут пройти так называемый ускоренный процесс репатриации, который ранее был возможен только для граждан Украины. Сначала все их события, военных событий в Украине, Израиль ввел особые правила репатриации. Ускоренный процесс, который также называется методом go-no-go или зеленым маршрутом, был тогда введен для украинских граждан, имеющих еврейские корни, желающих репатриироваться в Израиле в связи с войной в Украине. Это, в общем, про быструю проверку. Как объяснила глава Натива агентства, которое занимается связями с диаспорой в Израиле, Нета Брискин, российские граждане, которые записались на приемно-консульскую проверку, получат возможность заполнить онлайн-анкету для быстрой проверки. Быстрая проверка с точностью до 80%, как объясняет Брискин, показывает, имеет ли заявитель право на репатриацию. В случае положительного ответа заявитель получит возможность прилететь в Израиль самолетом сахнутом, то есть билетом, оплаченным сахнутом, и получить в Израиле сразу медицинскую страховку и бесплатное жилье, пока сотрудники Натив заканчивают проверку и принимают решение о предоставлении заявителю гражданства. Ну, чтобы было понятно, ближайшая запись на консульскую проверку в Москве, кажется, в октябре, ноябре, декабре даже грядущего года, то есть идущего года. И вот таким образом ссылка на онлайн-анкету, которая будет отправляться тем, кто уже заказал или заказывает очередь на гражданскую проверку, очень сильно убыстрит процесс. После начала российской военной кампании в Украине россиянам, имеющим право на репатриацию, была дана возможность приезжать в Израиль туристами и менять статус на месте. В том числе они были освобождены от необходимости предоставлять справки о несудимости и о постели. А новые решения еще больше облегчают россиянам процесс репатриации. Понятно, что речь идет о экономической алие, которая становится следствием совершенно непонятных перспектив в России. Думается, что многие уезжают или стремятся уехать и по политическим причинам, таким образом выражая свое несогласие с нынешней политикой России в Украине. Так или иначе, речь идет о десятках тысяч людей. Но по большей части надо заметить из Украины, например, еврейские беженцы приезжают в Германию, поскольку Германия предоставляет совершенно особые условия. И это большая головная боль для Израиля. И Израиль должен предпринимать какие-то особые действия для того, чтобы этот тренд изменить. Вот, кажется, заявление Брискин – это часть таких действий. В любом случае очевидно, что Израилю стоит ждать большую алию, большую волну репатриации, которая, пожалуй, беспрецедентно в последние десятилетия. Вторая новость нашей недели венгерская. Премьер-министр Венгрии, националист Виктор Орбан переизбран на четвертый срок, разбив надежды широкого оппозиционного альянса на его свержение после 12 лет пребывания у власти. Орбан – это совершенно удивительная фигура европейской политики. Удивительная, но не уникальная. В своей победной речи, например, вечером 3 апреля Орбан заявил, что он одержал победу над множеством врагов. Дальше начало цитаты. «Левыми дома, международными левыми повсюду, брюссельскими бюрократами, империей Сороса со всеми ее деньгами, основными международными СМИ и даже над украинским президентом». Вот такая неожиданная логическая цепочка. Речь вызвала немедленную критику за использование скрытых антисемитских символов. Вот это все международные левые евреи Сорос и Зеленский. Поскольку Орбан провозгласил победу христианской демократической политики в Венгрии. Христианской демократической политики. То есть вот победа христианства. Джордж Сорос, венгерско-американский миллиардер, либерал и президент Украины Владимир Зеленский – это, думается, как раз противостоящие христианской политике в Европе темные силы. После подсчета 98% голосов на всеобщих парламентских выборах, партия Орбана Фидес набрала 53%, опередив на 18% занявших второе место кандидатов от объединения за Венгрию. Многие венгерские евреи, отметим, не видели очевидного выбора на выборах, которые, по идее, должны были стать самыми тяжелыми для Орбана. Объединение за Венгрию, возглавляемое центристом Петером Маркизаем, представляет собой альянс, стремящийся заменить Орбана, в который входит несколько партий придерживающихся радикально разных идеологий, таких как социалистическая партия Венгрии и ультраправая партия Йобик с большой историей антисевицкой и российской риторики. Их всех членов альянса Йобик получила наибольшее количество мест в парламенте именно она, Йобик. Тем временем Орбан публично вступил в конфликт с Европейским Союзом, которому принадлежит Венгрия. По таким ключевым вопросам, как иммиграция, он отказался впустить просителей убежища с Ближнего Востока. Также обращения с венгерскими Рома. Его обвиняли в разжигании антисемийских настроений тоже, в том числе в его кампании на рекламных счетах 2017-2018 годов против Сороса, который финансировал либералов, в том числе и Венгрии. Некоторые критики сочли тогда, что рекламные счеты, в том числе один с улыбающимся Соросом, используют антисемитские клише. Другие, в том числе из организованной еврейской общины Венгрии, в то время отвергли эту интерпретацию. Поскольку Орбан контролирует большую часть прессы в Венгрии и контролировал пересмотр законов о выборах, которые теперь благоприятствуют ему, некоторые международные наблюдатели считают выборы в Венгрии свободными, но несправедливыми. Тем не менее, его доля голосов рассматривается как солидный барометр общественного мнения, предполагающий, что многие в Венгрии удовлетворены позицией Орбана, в том числе, когда речь идет о российской спецоперации на Украине. Орбан отказался ослабить или разорвать экономические связи с Россией, как это сделали другие европейские страны. Зеленский обвинил, как ему сейчас свойственно в очень резких выражениях, Венгрию в том, что она недостаточно наказывает Россию за ее действия. Он также намекнул, что Орбан выполняет волю России в Европейском Союзе. В Европе не может быть филиалов России, которые разъединяют ЕС изнутри, которые пытаются помочь России заработать как можно больше денег даже сейчас. В таком двойном переводе я процитирую Зеленского в его выступлении на прошлой неделе. Всем прекрасно известно, кто в Евросоюзе выступает против гуманности и здравого смысла, кто вообще ничего не делает для установления мира в Украине. Это должно прекратиться, Европа должна перестать слушать оправдания Будапишта. С другой стороны, надо заметить, у Орбана были близкие отношения с бывшим премьер-министром Израиля Бенемином Нетаньявом. Сын Нетаньяву Ягир 3 апреля в социальных сетях поздравил Орбана с победой и поставил свою фотографию с этим венгерским политиком. Так что вот такая вот странная дихотомия друга Израиля с одной стороны и человека, который вызывает серьезные опасения своими националистическими взглядами с другой стороны в одной фигуре Орбана. Неспокойно было на этой неделе и во Франции. Неспокойно – это то слово, которое мы сейчас употребляем, рассказывая о трагедиях. Как-то сместились понятия покоя и беспокойства. Молодой французский еврей был избит бандой и убегая от нее попал под трамвай. Он погиб, утверждает его семья. Джереми Коэн скончался два месяца назад после того, как его сбил трамвай. Сейчас его семья сообщила, что это было так. Смерть Джереми связана с нападением, жертвой которого он стал со стороны банды молодых людей непосредственно перед тем, как его сбили. Коэн, согласно данным в израильской прессе, был сбит трамваем в Бабине, в северо-восточном пригороде Парижа в феврале. Вы, наверное, слышали об этом. Молодой еврей умер, когда его сбил трамвай в Бабине, говорит сайт радио Шалом 4 апреля. Джереми Коэн умер после того, как его сбил трамвай линии номер один. Пострадавший, доставленный в больницу в экстренном порядке, не пережил полученных травм. Несмотря ни на что, его братья отправились на поиски свидетельств о его смерти. Вот, расследуя это, они сделали следующее. По сообщению радио Шалом, которая взяла интервью у этой семьи, они распространяли листовки по городу, прося общественность найти свидетелей и собрать видеозаписи с перси молодого человека. Французский еврейский новостной сайт Шалом добавил, что согласно показаниям его отца Жеральда, его брата Рафаэля и других представителей общины, в интервью Бернару Абуафу выяснилось, что незадолго до событий на него напала банда. Ультраправый кандидат в президенты Франции, еврей Эрик Зимур, написал в своем твиттер-аккаунте на этой неделе об этом случае, заметив, «Эти снимки пугают. Смерть еще одного из наших детей и оглушительное молчание о фактах возмущают меня. Он умер, спасаясь от подонков. Он умер, потому что был евреем? Почему это дело замалчивается?» Депутат парламента Франции Мейер Хабиб заявил, что обстоятельства смерти Джереми Коэна, 31-летнего религиозного еврея, по-видимому, были гораздо более драматичными. Пострадавший, который по всем свидетельствам носил на голове кипу, как хорошо видно на съемках камер наблюдения, пытается убежать от напавшей на него банды головорезов. Убегая от них, он не заметил трамвая, едущего в его сторону. Фотографии ужасные, это разбивает каждое сердце. Сегодня я обратился к министру внутренних дел, который подтвердил мне, что власти относятся к этому вопросу очень серьезно и что это дело рассматривается судебной системой. Я также связался с Министерством юстиции и жду его ответа по этому вопросу. Это вот следующая трагическая страница в современной истории евреев Франции. Вспоминаются попытки скрытия антисемитского убийства Сары Халеми. И в общем будем ждать реакции властей Франции, потому что обвинения крайне серьезные. Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля самым недвусмысленным образом отождествил свою страну, находящуюся в состоянии войны, отождествил с государством Израиль, заявив, что Украине придется стать государством, постоянно находящимся на военном положении, чтобы защитить себя от возможной российской агрессии. Зеленский заявил в интервью одной из телевизионной станций, что даже если в результате продолжающихся переговоров с Москвой будет достигнуто прекращение огня, Россия все равно сможет снова нанести удар по Украине в течение нескольких лет. Мы станем большим Израилем, заметил Зеленский, а безопасность станет самым приоритетным вопросом на ближайшие 10 лет. Зеленский ранее отождествлял Украину с Израилем как страну, которой угрожает гораздо более крупный сосед, но который, тем не менее, успешно борется за свою защиту, привел в пример тогда бывшего премьер-министра Израиля Голдумейр, которая родилась в Украине в качестве образца для подражания. В то же время некоторые пропалестинские силы сравнили защиту Украины с палестинским делом, призывая к введению в отношении Израиля всеобъемлющего режима санкций, аналогичного тому, который был введен в отношении России. В тот же день премьер-министра Израиля Нафтали Беннетт впервые осудил произошедшую трагедию в городе Буча, где были убиты сотни гражданских лиц по версии Украины во время отступления российских войск от рук российских солдат, российских военных. Конечно, мы шокированы жесткими зрелищами в Буче, заявил Беннетт, не назвав Россию в качестве преступника. Это ужасное зрелище, и мы осуждаем его во всех отношениях. То есть, сам факт произошедшего там, не показывая пальцем, кто именно, по его мнению, это осуществил. Страдания граждан Украины огромные, добавил премьер-министр, и мы делаем все возможное, чтобы помочь. Он привел в премьер создание Израиля полевого госпиталя в Западной Украине, который уже вылечил около 2200 гражданских лиц. Надо сказать, что позже этот же Финт пытался проделать Бенни Ганс, министр обороны Израиля, входящий в правящий триумферат. И на пресс-конференции для послов он тоже не назвал напрямую Россию агрессором и не сделал всего того, чего от него ожидали. В результате чего, да, он там говорил, что мы общаемся с нашими друзьями и в Украине, и в России, и вот такую обивалентную примирительную речь Ганс произносил. И в результате демонстративно зал покинул посол Украины в Израиле, что стало очередным дипломатическим скандалом между Украиной и Израилем в последнее время, которых на самом деле не так мало. Журнал. Вышел журнал «Хайм», апрельский номер. В апреле будет отмечаться 120-летие со дня рождения Любовьевского Рэбы. И спецпроект этого номера – это рассказ про коммуникацию. Про коммуникацию Рэбы с евреями во всем мире, в основном посредством писем. Надо заметить, что Рэбы был абсолютно рекордным получателем и отвечателем писем. И вот об этом рассказывает целый ряд статей в этом журнале. Это и выдержки из новой книги, которая вышла в издательстве «Книжники» Совета Любовьевского Рэбы. Это огромный материал покойного Одина Эвена Исраэля Штензальца, который рассказывает тоже об этой важнейшей части действий Рэбы как советчика, как коммуникатора. Кроме этого, в этом журнале есть что почитать, конечно. Дело в том, что еще один юбилей выпадает на апрель. 40 лет со дня смерти выдающегося еврейского писателя Хайма Грады. Хайм Грады, который многие считают самым крупным еврейским писателем 20 века. был удивительной личностью. Он с началом Второй мировой войны, точнее, с началом ее советско-германского противостояния, то, что называется Великой Отечественной войной в советской историографии, бежал из Вильны вглубь Советского Союза, и потом перебрался оттуда уже в дальнейшем и Соединенные Штаты Америки. И, в общем, тем не менее, всю жизнь писал о Литве, о своем Вильне, о своем прошлом. И очень важной частью этого творчества был его спор с самим собой, и такой спор с тем поколением, с поколением довоенным. И важнейшее его эссе, можно сказать, это странного жанра произведения, это такой крик, то, что он называет, это не крик, а крик, то есть война с Гершем Рассенским, это огромный рассказ о каскаде встреч двух бывших соучеников по Ишиве в довоенной Литве в разные периоды истории, до войны, сразу после войны и через какой-то еще отрывок времени. И вот Лыхай впервые публикует перевод этого произведения, Валя Фетченко замечательно его перевела, но кроме этого публикует две важнейшие статьи, литературоведческие по поводу этого произведения, по поводу истории этого произведения. Одно из них, это статья Рут Вайс, выдающейся идышистки, исследовательницы восточноевропейского еврейства и культуры идыша, и переводчицы этого рассказа на английский язык, который она называет «Мой спор с моим спором с Гершем Рассенским». Кроме того, очень известная американская писательница, эссеистка и тоже исследовательница восточноевропейской еврейской культуры, Дана Ходара Хорн, написала материал, который называется «Бессмертный персонаж еврейской истории». И это дает очень объемную картинку не только о рассказе, но и о Хаймиграде, и о тех процессах, которые стоят за ним, о переломных моментах истории. И это, мне кажется, очень актуально в наше время, когда мы, конечно, живем на переломе, на сломе эпох, и так или иначе будем делить наше время на до и после, и будем спорить и друг с другом, и с самими собой, с какими мы были до, какими мы оказались во время, и какими мы будем после всех этих трагических событий. Спор этот будет вечным, но очень важно в этом споре находить, а не терять. Этого я вам всем желаю. Хорошей недели. Худшаббас. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Продолжение следует...